Знаете, иногда бывает состояние, когда ты себя не очень хорошо чувствуешь. И вот как с этим состоянием справиться? Что происходит? Боже, ну я же вроде пастором, я же вроде все классно. А иногда вот так хряп на твою жизнь, наваливается что-нибудь, и ты стоишь. Иногда некоторые думают, Максим всегда такой, а-а-а! А иногда бывает пресс, каток, знаешь, как будто из-под катка тебя вытащили, как в мультике. Знаете, вот Волга убегает, его катком прокатило, он такой плоский становится. Вот так хочется к тебе стеночки прибить, вот так повешать, это Максим Максимов. Вот, он подпишется под фотографией. И я задаю вопрос, боже, боже, почему так происходит? Всегда есть вот это состояние. У меня есть вот 20 евро. Знаете, когда ты молодой, тебе кажется, что ты перспективный, хрустящий такой. У тебя будущее классное. У кого-то есть побольше, чем 20 евро? Я верну. У кого-нибудь 100 евро есть или 500 евро? Ну, вот 50, вот еще 20, вот 50, это уже более серьезно. Кстати, пожертвование уже было, евро еще есть. А, будет еще одно пожертвование, да, хорошо. Я понял, Тимофей, я тебя люблю, ты просто красавчик. Ну, знаете, и вот когда ты молодой, вот так, хрустящий такой, знаете, кажется, жизнь такая у тебя. Такая будет супер жизнь. И у тебя все получится в жизни. Вспомните себя в 16 лет. Вам казалось, что вот вы никогда не будете делать то, что делали ваши родители. Вы никогда глупостей не сделаете никаких. Вы возьмете, и у вас будет все идеально. Но потом наступает однажды в жизни момент, когда твоя вот такая жизнь вдруг... Тимофей, не напрягайся, все нормально. У вас бывает такое состояние, пасторы? Бывает, да? Что я... Вот раньше, помнишь, ты такой хрустящий был, а теперь... Вот бывает такое состояние в жизни, вот как будто бы... Думаешь, что случилось? Кому я теперь нужен? Я ничего не стою. Кто хотел бы получить вот эти 50? Хотели? Зачем? Они помятые. Тимофей, не волнуйся. Я пока никому не отдам. Кто хочет? Вы хотели бы, да? Почему? Ценность... Они же помятые. Ценность не поменялась? Может, там ноль отвалился? Мы иногда чувствуем, что мы ничего не стоим. У нас приходит ощущение, что... Да что я? Вот я-то думал, что в 45-е-то уже буду совершенно другим человеком. Я-то в 16-е думал, что в 45-е... А я все еще здесь, на земле, топчусь. Я думал, что уже буду летать с орлами. А такое ощущение, что ты курица. Проходит время. И потом что-то случается в твоей жизни. Ты падаешь, а кто-то наступает. Тимофей, не волнуйся. Кто хотел бы получить? Почему? Что бы ни случалось с нашей жизнью, ваша ценность никогда, 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 никогда не меняется. Как вы были, так Господь и продолжает смотреть на вас. Он так же относится к тебе. Тот самый первый день, когда ты родился, и был прекрасным, чистым и невинным. В день рождения твоего. Он на тебя продолжает смотреть точно так же и относится к тебе точно так же. Да, тебя жизнь изрядно потрепала, бросила. Кинули. Может быть, ты сделал глупости, и ты попал в какое-то неудачное место. И может быть, все покатилось к уху. И ты не хотел, чтобы так случилось, но так случилось. Но Бог продолжает смотреть на тебя, как на того чистого, невиданного младенца, который только вышел из утробы матери. Прекрасный и чистый. Аллилуйя. В руках Божьих он распрямляет все кривизны. Да, ты помятый, но вы знаете, Бог смотрит на тебя, как на особенного, на благословенного. Аминь. Тимофей, спасибо большое. Ты можешь обменять теперь на 100 евро. На 100 евро можешь обменять. Я сам помял. Если хочешь, я подпишусь потом. Вы знаете, у Давида, у Давида в жизни была печальная история. Он был, какой ребенок, кто помнит? Последний, понятно. 11, да? Восьмой, правильно, сестра драгоценная. Он был восьмой. Он был восьмой. Знаете, как в Старом Завете распределяли имущество, наследство? Кто из вас первенец, первый в семье ребенок? Вы знаете, что вы получили 50%, если вы мальчик. Второй получает 25%. Третий, четвертый получает по 12%. Если мальчики, девочки ничего не получают. Девочкам зачем? Не, ну с этим мы согласны. Братья все сказали аминь, да? А восьмой он ничего не получал. То есть, фактически, он был слугой или работником старшего брата. Когда Давид родился последний, знаете, когда ребенок уже такой, очередной ребенок родился. Давид написал в одном письме, в псалме. Говорит, отец и мать отвергли меня. Отец и мать отвергли меня. Он описал свои чувства. Он чувствовал постоянную отверженность. Он чувствовал, что его забыли. Его забыли. Вспомните событие, когда приезжает в его аул пророк Божий. На белом ишаке. Приходит, борода такие, глазищи. Помазанник, заходит в дом отца. Здорово! Все стоят возле юрты, напряглись. Что будет сейчас? И пророк говорит, значит, готовь бешпармак и плов. Будем кушать. Я буду царя мазать. Из твоих детей. Сейчас представь, в твой двум приходит какой-нибудь из Казахстана, бородатый. И говорит, все, будешь царем. Сейчас будем мазать твоих детей. У тебя много детей? Восемь? Трое. Маловато, брат, мало. Работай. Продолжай работать над этим вопросом. Знаете, и все напряглись. Все стали бегать. Праздник в доме. События. Жена. Дела парик вот такой. Муж челюсть ставил. Все, дети там все. Там все выстроились. Дети, сопли вытрите. Выстраивайтесь. Пророк пришел. Быстро. Так, где музыканты? Куда пошел музыкант, а? Ну-ка играть быстро. Так, где? И всех стали двигать. Там движение образовалось. Представляете? Весь аул пришел в движение. Пророк пришел. Шум. Все, еду готовят. Тут же девчонки какие-то пришли. Парни пришли с мечами стоят. Ну, как бы, все, движак начался. Сейчас начнется. Всех. Все. Вся родня собралась. Все смотрит. Шум. Гам. Еда. Плов. Три дня праздник. А вы знаете, что Давида не пригласили? Вот представьте, в дома к папе, к маме пришел пророк мазать царя из их детей. А тебя не пригласили. Если бы ты был племянником или троюродным каким-то рабом, ты не раб. Ты сын. Младший, но сын. Его не пригласили. Знаете, как у него было, вау. Вот сейчас представьте ощущение, вот, вот, мама, папа, тебя. Главное событие года. Когда слуга прискакал. Давид, пойдем. Он говорит, куда? Ну, как куда? Там праздник уже три дня. Какой праздник? Царя мажут. Какого царя? Папа сказал, чтобы ты пришел. А почему мне никто не сказал? Забыли. Вот, вы представляете, у вас было когда-нибудь состояние, вот, что тебя лучший друг, вот, всех пригласил, тебя нет? У вас было? Вот, всех. Вот, знаешь, вот, а тебя забыли. У тебя комок, горло даже подходишь. Да что же я сделал-то? Что же я такого сделал? Мы все знаем, что Давид станет царем. Его день еще наступит. Давид подходит к дому издалека, видит дым, хачапури жарят, лепешки, там все, там барашка зарезали, там такой запах, там просто, там все вот такие парни стоят. Его брат старший, его брат старший еля встает, все стоят. Он подходит, а чем пастух пахнет? Он с баранами уже три года был. Он с ними же спал, там стадо охранял. Он просто воняет. Все, фу, это Давид пришел. Давид все время наблюдал, как папа со старшими братьями ходил, мечи им покупал. Он издалека смотрел, как папа уделял внимание старшим. Знаете, вот, можно развиться чувство отверженности, постоянное чувство отверженности. За что? За что? А когда его еще видели, ого, идет. Вот знаете, вот, когда тебя забывают, вот это странное такое чувство, вот тебя забыли. У вас было вот такое, что вот, у меня вот, знаете, у меня есть одна проблема, грех вернее, называется киевский торт. Кто из вас любит, я здесь положу, пастор, не волнуйся. Кто из вас любит киевский торт? Знаете, это самый вкусный торт в мире, на земном шаре. В раю будет улица из киевских тортов сделана. Однозначно. Это просто, это просто, если вы не ели киевский торт, какие вы счастливые. Это просто, это кусочек рая в упаковке рошановской. Я сейчас даже уже все, уже не могу. Вот сейчас в Киев завтра лечу специально для этой цели, встретиться с киевским тортом. И мне кто-то в Казахстан прислал киевский торт, ну, знает мою слабость. И прислали через летчика там все. И когда водитель приедет, говорит, пастор, торт, я говорю, слушай, умоляю, вези домой, жене в холодильник скажи, пусть положит, вечером покушаем. Знаете, когда я пришел домой, я задержался на работе. Коробка пустая. Тарелки, ложки, крошки. У меня подозрения, чувства. Я стал искать по всему. Я думал, в холодильнике жена мне должна ставить на кусочек. Дети трое, все. Вы где? Я один хожу, они где-то по комнатам разошлись, в компьютеры свои смотрят. Я в холодильник думаю, там нету, и там нету. Везде смотрел, нету нигде. И вы знаете, когда жена заходит, я говорю, где торт? Она говорит, ой. Вы знаете, вот это чувство отверженности, оно с этим ой вошло в меня. Я говорю, что, ой, я вкалываюсь, кормлю семью, где? И вы знаете, она говорит, мы как-то общались с детьми. Я говорю, вы забыли, когда пожирали мой торт? Вы меня забыли, да? Внутри, вы знаете, что-то как у наркомана бывает, знаешь, вот. Жена видит катастрофу, с мужем плохо. Она берет ложку, и знаете, на коробке торта всегда в четырех местах остается. Она соскребает крем, насыпает, подходит ко мне и говорит, может, тебя это как-то утешит, снимет ломки. Давид пережил, был отверженный. Вы знаете, когда всех детей, старших братьев отверг Господь, и когда Давид остался, и он стоял, и тогда помазали его на царство, пророк вылил на него елей. Знаете, как все сказали, вау, вот он царь. Так думаете? Когда на него вылили елей, на Давида? Когда, знаете, вот пророк всех по очереди проверял, первый, второй, третий, и Господь говорил, не он, не он, не он. И когда всех показал семерых, отец даже не знал, что, забыл, а пророк говорит, еще есть дети? Он к жене поворачивается, жена, еще дети были? Она чешет затылок и говорит, вроде был кто-то кудрявый. На букву Д. Вы представляете? Вот это просто катастрофа! Вот это отверженность. Его забыли! Вот отец забыл, никто не пригласил. И когда его помазали на царство, на тебе, вот пророк, отец понял, что, ну, дедушка старый. Сбрындил, что-то не то от Бога услышал. И когда Давида помазали, наверняка отец сказал, сынок, ты там, ну, забудь. И знаете, куда он его отправил? Иди к барашкам, иди. Иди снова паси баранов. Его снова отправил к баранам. Ну, как бы царь помазан уже. Вот вам, царь, пожалуйста. Там еще целая история с ним происходила. Начинается война с филистимлянами. Враги Израиля встают. И Давид, я тоже готов. И папа всех детей собирает? Всех. Оружие дает, обмундирование, армии Господа. Давид тоже говорит, я тоже. А батя смотрит, для тебя у меня будет особенное задание. Какое, папа? К баранам. Я представляю, как старший повернулся к нему. Царь ты или не царь? Иди барашек пасти. Вот это состояние отверженности. Знаете, миллион раз он переживал вот эту отверженность. Отец и мать отвергли меня. Вдруг проходит время, отец вызывает Давида, говорит, так, у меня есть задание. На фронт пойдешь. Я на фронт? Да. Значит, отнеси братьям еду. Давид никогда не думал. Отец его не думал, что Давид вообще что-то может в жизни состояться. А, он все время думал о братьях, о старших сыновьях. А Давиде он не думал. Короче, быстро сбегай, отнеси еду. Вот эта еда, вот это начальнику дай взятку. Там отец ему говорит, дай начальнику, чтобы там все нормально было, чтобы следил за детьми. Вот это братьям раздай, все раздай. Давид прибегает туда на фронт, еду раздает, взятку отдал. Все нормально, все сделал. И слышит, там велистимлянин гонит. Встал и орет, материт. Их 40 дней уже пастор Голиаф проповедует, но семинары дает. Рассказывает о будущем Израиля. Знаете, что произошло? Давид говорит, а что вы? Иди убей его. Иди, что ты сидишь? Ты мужик или нет? Иди, прихшей его. Все говорят, не, 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 ты что, я какой, какой, ты что? Вы о чем? Это же Гляв. Давид говорит, а что никто не идет? Да иди, пожалуйста. Он говорит, что можно? Иди, вот я сейчас могу пойти убить его? Да. И тогда, знаете, этот, Давид говорит, а что дадут? Какая оплата, компенсация будет какая-то? Да говорят, что это дадут, там, дочь царя, полцарство, налоги, какие-то дела. Он говорит, уточните, дочь хоть красивая или страшная? Кто-то видел, не видел, он стал народ расспрашивать. Вот, вот, знаете, он расспрашивает, как оно, там, что, нормально, там, нормально, какой вес, там, объем талии есть или? Он стал интересоваться, ну, что получит? Знаете, что в этот момент происходит? Вот, вот, потрясающая история. Когда он расспрашивает, расспрашивает о вознаграждении, в этот момент его брат, его зовут Елиаф. Запомните, есть Галиаф, а есть Елиаф. Елиаф слушал 40 дней семинары пастора Галиафа. Наученный Галиафом, он подходит к Давиду в присутствии армии Израиля. Галиафа смотрит на него взглядом и говорит, эй, чабан, ты кто такой, Стюшень? Где твои овечки? Я просто цитирую. Где твое маленькое стадо? Сейчас представьте, вот, вот, знаете, как примерную картину нужно представить? Вот армия Израиля, все войны, это как все равно, что ваш пастор услыл банкет рождественский. И все одели красивые платья. Ну, ты, ты тоже сантехникой, ты одел пиджак, женоплатье одел, ты купил билет, там, сели за стол, здесь музыка рождественская играет, все классно. И ты сидишь там, кушаешь культур-мультур, учишься вилку с ножом держать. И в этот момент вдруг кто-то заходит, хо, сантехник здесь тоже сидит, что ли, а? А? Эй, смотрите, у меня засорилось там, придешь починить вечером? Его в присутствии армия, эй, шаман! И тогда брата понесло Давида. Он говорит, ты знаешь, кто ты? У тебя поганое сердце. Ты просто подлез, ты пришел посмеяться над нами. Я знаю тебя! Знаете, вот это заявление, я знаю тебя. Мне так часто многие люди говорили, я знаю тебя. Я говорю, серьезно? Мне очень напоминает брата Елява. Знаете, что перед самой главной победой, перед самым главным сражением Давида в жизни, его брат почти уничтожил все его будущее. Вот сейчас, представьте, вот стоит и он, и начинает, и просто гонит. Вот сейчас у тебя будет сражение с Голиафом. Сейчас самая страшная, самая важная битва в твоей жизни. И твой родной брат, твой родной брат, он в присутствии всех тебя опускает ниже Плинтуса. Вот я бы на месте Давида. Встань, Еляв. Я бы... Возьми мне за портки. Я тебя ненавижу. Смотри на меня. Я тебя ненавижу. Я устал от тебя. Ты сколько можешь? Ты что, снял это, да? Божий, исцели пастора. Вы знаете, я бы устроил бы... Я бы сказал, в конце концов, ну сколько можно терпеть? Ну все уже, все. Самый важный момент в твоей жизни всегда появляется какой-нибудь Еляв, который хочет тебе показать, что ты ничтожество. Знаете, сколько раз мне говорили, что ты никто? Кто ты такой? Знаете, как часто меня просто забывали? Знаете, как... Просто ты кто? Перед самым... Когда я сказал, что я хочу открыть телевидение, вот знаете, знаете, мне как... Знаете, кто? Помазанники божии! Они мне говорили, ты? Казахстан! Казахстан! Я не могу! Перед самым главным сражением в моей жизни, вы знаете, вот всегда, когда что-то важное происходит, всегда Еляв вылазит. Еляв, который тебя хорошо знает, который тебя опустит, потому что тебя знает. Он скажет, я знаю его, это Чабан. Иисус говорит, что он пришел, знаем, знаем мы, вот ему там родня здесь сидит, эй, слушай, ты там постругай дрова немножко у меня. Проспели там немножко. У меня окно перекосилось, давай. Перед самым... Вы знаете, вот это отношение к тебе... Вы понимаете, о чем я говорю, да? И вот если бы в этот момент вы начнете сейчас с ним сражаться, если бы Давид подрался со своим братом, что бы случилось? Его бы привели к царю, их бы выпороли и отправили домой. Знаете, что сделал Давид? Давид сказал две фразы. Треп, не слова ли это? По-русски треп. Второе, что я сделал? Еляв говорит, давай, 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 давай. А он сказал, нет. Треп. Да, да, да. Давай, до свидания. Повернулся и сказал, так что дадут? Компенсация какая? Никогда не вступай в сражение. Никогда не начинай войну, ненужную войну. Ты истощишься, эмоции растощатся, все истощится, все кончится. Ты растрепаешься на всякую ерунду, разборки. Брат, пожалуйста, не обзывай меня в присутствии армии Израиля. Я прошу тебя, я люблю тебя. Будь благословен, чем улыбишься. Брат, пожалуйста. Я тебя люблю, я буду молиться с тебя. Не буду. Знаете, меня американцы раздражают, когда я говорю, давайте, помогите в этом, в этом. Они говорят, окей, we're going to pray about it. Мы помолимся на эту тему. Вы слышали когда-нибудь такое? Это по-русски я не знал. Это значит, что мы тебе не поможем ничем. Мы будем об этом молиться. По-английски означает, мы тебе ничем не поможем. А я наивный. Когда он сказал, мы будем об этом молиться, я говорю, ура, люди, собираемся все, будем молиться за американцев. Собрал всю толпу, молимся за них. Они сказали, что нужно молиться. Мы молимся, говорю, ну вы все приняли решение? Говорят, нет, нет, вы не поняли. И потом мне наука говорит, это значит нет. Через два часа вдруг шум в армии Израиля. Все встают, что случилось? Все пытаются смотреть, что происходит. Кто говорит, на войну пошел. Еляв смотрит. Идет какой-то пацан. Пригляделся. Это же тупица наша, младший. Ужас. Просто идиот. Ты куда? Что я от суда скажу? Слушай. Чебан. Я представляю, как Еляв развел руки. Самое важное сражение Давида. Его никто не верил в его победу. Царь не верил. Никто не верил. Все пришли посмотреть, как он идет на смерть. Был только один Давид, который верил, что Господь с ним. Когда он пришел к царю, знаете, он не стал говорить. Вы знаете, он говорит, я убиваю дракона, я убиваю медведя, льва. Я всех их замолчил. Говори всегда о своих победах. Всегда говори о победах. Знаете, о чем люди говорят? О своих поражениях. Они рассказывают. Ой, у меня вот здесь болит, вот здесь болит, вот здесь не соображает, вот здесь чешется. Я не хочу знать, где у тебя чешется и где у тебя не соображает. Расскажи мне, как ты медведя завалил, как ты льва завалил. Но у меня столько неудач. Люди, если бы я вам рассказывал о своих неудачах, вы знаете, у меня на заднем дворе есть кладбище. Все мои идеи похороненные, которые умерли. Я по ночам их тихо ложусь, закапываю мои идеи неудавшиеся. Меня знают потому, что у меня получилось, а не потому, что я везде рассказываю о том, что не получилось. Вот почему-то славяне, они так любят рассказывать о том, что у них не получилось. Я вот это хотел, и вот это пытался. Не хочу знать, что ты хотел, и что у тебя не получилось. Расскажи мне про Голиафа. Какой был взгляд у него. Давид идет, красавчик, на меня похож. Господь пасырь мой. Запускает камень. Знаете, Голиаф, это чудовище. Представьте, вот это, какая-то горилла трехметровая. Идет к нему, я убью тебя. А знаете, когда на тебя вот эта туша несется, машет мечом. Сейчас представь, что ты стоишь. И тут. И ты смотришь, и все смотрят. У всех мандраж. И филистемляне. Я наше. Ой, господи. Отбивная будет разрезанная. Голиаф смотрит. Не могу смотреть на это убийство младенца. Давидчик один, Господь, пасырь мой. Камень же положил. Все, все, все. Грет. А знаете, воин, когда бежит, он же не так. Я сейчас тебя зарежу. Это современные европейские солдаты. Я вас буду атаковать. Там никто тебя не зажит. Это туша несется. Глазейший. Вот, я даю. Господь, пасырь мой. И камень. Полетел. Это замахивается. И вдруг это камень. Замедленная съемка. Это камень. Последний взгляд у Голиафа. Знаете, какой он? Один камень. Глубокое впечатление. Одна голова. Знаете, вот это, когда все оцепенели. Голиаф стоит. Давид стоит. Израиль стоит. Телесемляне стоят. У каждого свой взгляд. Телесемляне сейчас говорят. И вдруг это туша. Пыль поднимается. Давид берет меч из руки Голиафа. Пыль подходит. Отодвигает волосы ногой. Это было по-японски. Поднимает голову. Знаете, вот этот момент. Секунды, секунды. Все стоят, они прощаются. Все смотрят. Евреи говорят, мы что, победили что ли? Телесемляне говорят, ой, кажется, домой пора. Мама, мне домой охота. В этот момент эти сказали, ээээ, постой, постой. Куда пошли? Постойте, ребята, стойте. Знаете, я был в долине дуба. Это в том самом месте, где это все случилось. Я выбрал самого большого парня в нашей группе. Это было очень помазанное действие. Парень остался жив. Но знаете, я увидел очень важную картину. Никто до того, как ты победил, на тебя не смотрит, как на победителя. Не трать свою батарейку на сражение с Голиафом. Не трать свою батарейку на сражение с ненужной. Знаете, когда один в Евгипет поехал, фотоаппараты еще были такие, знаете, которые... В аэропорту все фотография, в автобусе, в магазине. И вот египетские пирамиды. А, жена, давай, фотоаппарат. А у него батарейка. Вот самый нужный момент, батарейки нет. У вас бывало когда-нибудь такое? Вот знаешь, ты приехал домой, всякая ерунда. А пирамиды нету. Говорит, покажи Египет. А ты, говоришь, вот открытку купил. Но меня рядом с пирамидой нету. А почему? Разрядил батарейку. Большинство христиан разряжает свои батарейки. Не туда, вообще не туда. Отверженность. Это выбор. Давида все отвергли, но он не стал отверженным. На Давида смотрели с принижением, но не стал униженным. Тебя могут опускать, ты не должен быть опущенным. Тебя могут унижать, не будь униженным. Аминь, драгоценные. Вопрос, что бы ни происходило в твоей жизни, как бы обстоятельства ни говорили. Если тебе обстоятельства говорят, ты неудачник, ты слабак, ты без будущего, ты уже не молодая. Знаете, все страдания женские. Ой, как я выгляжу. Как ты выглядишь на 89 лет? Но тебе 90. Как ты выглядишь? Когда мы смотрим, ну, я старею, ты стареешь, это нормальное состояние. В конечном итоге, не нужно быть старым, ты стареешь, но не нужно становиться старым. Это внутреннее состояние. Я хочу жить, я хочу побеждать, я хочу сражаться. У меня все получится, Господь дает мне силу. У меня есть будущность, надежда. Я говорю не о своих поражениях, а я говорю о том, что я замочил медведя и льва замочил. Я говорю о том, что у меня получилось, а не о том, что не получилось. Если бы я вам рассказывал о том, что у меня не получилось, вы бы плакали и ушли с этого собрания в депрессию. Реально. Когда я бы сделал путешествие по церквам, все говорят, какой ты счастливчик. Хотя я так, хоп, она вот так. А потом, когда один узнал, говорит, так у вас 450 тысяч. Минус? Я говорю, да, 1450 тысяч долларов, минус. А он говорит, а как ты вот... Это было несколько лет назад, сейчас не минус, сейчас ноль. Но если я буду говорить вам о неудачах, вы сойдете с ума. А я буду говорить вам о победах. Мы победили дьявола чем? Кровью? Агнцем. И словом чего? Я, мне так плохо. Я верующий, я почти умер. Это что, слово свидетельство? Что такое слово свидетельство? Свидетельство – это то, что ты видел, и то, что ты знаешь. То, что ты пережил. У меня есть свидетельство. У меня есть свидетельство, и Господь делает в моей жизни работу. У меня есть свидетельство. У меня есть свидетельство. Что делает мафия со свидетелями? Как ты думаешь, почему на твою жизнь атаки идут? По той же самой причине Свидетелей убирают Будьте религиозными, будьте начитыми, будьте теологами Я не хочу быть теологом, я хочу быть свидетелем Я хочу свидетелем, Бог делает Я говорю, Бог делает, Бог работает Бог сегодня работает, Бог работает в моей жизни, а в твоей жизни Бог сегодня работает Он мне обещал, что я сделаю больше, чем Он И Господь говорил, ты, Максим, сделаешь больше, чем я И ты сделаешь больше, чем я. Ты сделаешь больше. Я буду исповедовать. Не исповедовать, свидетельствую. Я свидетельствую, что Бог действует. Почему церкви мало растут? Потому что люди перестали свидетельствовать силой Божией. Стали рекламировать. Приходите в нашу церковь. У нас такой смешной пастор. Как будто мы билеты на шоу комедийное продаем. Я приходил в церковь. Бог меня поменял. Смотри на меня обоими. Он меня поменял. Я свидетельствую о том, что Бог делает. Я свидетельствую о том, что Бог будет делать. Как быть человеком, который... Я не хочу вам рассказывать, как преодолеть. Я расскажу вам, как побеждать. Я не буду рассказывать вам, как просить. Я буду показывать вам, как получать. Многие люди постоянно, они говорят, расскажи, как просить надо. Не надо тебе знать, как просить. один, помолись, за что, чтобы Бог работу дал, хорошо, я молюсь, он снова, помолись, чтобы Бог работает, помолись, я говорю, зачем тебе работа, я говорю, может быть, сразу помолись, чтобы я тебе деньги дал, он говорит, слушай, у меня работы валом, денег нет, я говорю, давай, давай будем просить то, что тебе надо, тебе работа нужна или доходы, доходы, многие люди, расскажи, как просить, да не нужно тебе знать, как просить, и тебе нужно как получать. Я хочу знать, как получать, а не как просить. Не нужно иногда, люди иногда просят, время проводят всю свою жизнь. Мы приходим в Божий дом, потому что знаем, что Господь восполнит все наши. Вы пришли сюда зачем? Чтобы были восполнены? У кого? У вас есть? Вот скажите, Господь вас нужно восполняет или нет? Кто-то нуждается в чуде? Кто-то нуждается в силе? В мудрости. Кто сегодня пришел, был в ожидании чудес и ответ на свои нужды? Вы ждете, что Бог ответит? Аминь! Открывайте быстро Библию. Псалом 22. Господь! И! В чем? В чем? Что ни в чем? Не буду что? Постойте, вы только что мне говорили, что у вас куча нужд. Я вообще понять ничего не могу. Вы только что мне говорили, что у вас куча нужд. Вы пришли сюда с нуждами. Писание говорит, Господь пастырь мой. Давайте так, перефразирую. Если Господь пастырь мой, то я? Хорошо. А если я все время нуждаюсь? Не Господь пастырь мой? Господь не пастырь. Господь пастырь не мой. Не, ну, простите меня, 30 лет верующий, и до сих пор у меня нужда. Знаете, когда одна отмеча сестра говорит, после собрания подходит, она говорит, с нуждами куда? Я говорю, по нужде туда. Она говорит, у меня другая нужда. Я говорю, вот стой же туда же. У меня вопрос, почему люди проходят годы, а не с нуждой ходят? И знаешь, вот смотришь на христиан, и с каждым годом, вот знаешь, как только пришел, нужд никаких не было. Ай, Бог со мной, аллилуйя. Прошло 5 лет. У меня нужды. Прошло 10 лет. А что сзади тебя повязывает? Это нужды. 30 лет. Пастырь, ты где? Да я здесь под нуждами. У меня такое ощущение, что многие христиан с каждым годом больше, чем всего. Почему у людей нужды растут? Если Господь мой пастырь. Кто такой пастырь? Пастырь, тот, который тебя... Он водит. Он тебя водит. Встань, пожалуйста, пастырь. Знаешь? Господь! Господь! Пускай тебе это будет пастырь. Господь. Идем за мной. Господь, пойдем, будем работать вместе. Значит так. Аллилуйя. Господь, я хочу, чтобы ты что-нибудь сделал здесь. Да что стоишь? Возлагай. Работай! Господь, ты вообще от рук отбиваешься. Я ему говорю, он еще не знает. Давай, Господь, что ты здесь стоишь? Унечки. Давай, работай быстренько, чтобы снять. Давай. Работай, работай. Ты что, слабо работаешь в этот раз? Ладно, я тебя поведу в другое место. Господь, давай, пойдем сейчас. Пойдем к речке. Будешь купаться, Господь. Так, приготовили. Сейчас будешь нырять. Нет, давай не будем нырять. Давай посмотрим. Ладно, Господь. Значит так. Я тебя... Я с Господом всегда. Куда он? Куда я, туда и он. Я пастырь Господа. Я вот ему говорю, куда идти? Нет. Почему нет? Я Иисуса в аду, вожу, куда хочу. Иисус, давай, я тебя высвобождаю. Я слышу, как один пастор Иисуса высвобождаю тебя. Развязывай тебя. Давай, свободно. Двигайся, двигайся, давай. Высвобождаю тебя, Дух Святой. Давай, бегай, бегай, бегай. А, может быть, это не я его высвобождаю, а он меня. Мы никогда не думали, кто кого высвобождать должен. Мы часто Духа... Дух Святой, я тебя высвобождаю. Как будто он собачка привязанная. И-и-и. Давай, давай, пошел, пошел. Меня вот так возьми зашим. Повыше. Повыше. Да я иду, иду, иду. Что ты... Да не напрягайся, Иисус. Аллилуйя. Будем, будем. Он сказал здесь... Я не хочу за нее молиться. Не хочу. Что ты мне дашь за это? А я не буду. Ты хочешь? Он хочет. Я не хочу, но он хочет. Будь благословен. Что, не так молиться? Боже, благослови ее. Ты хочешь, чтобы я благословил, но я не хочу благословлять ее. Что, опять не так? Что ты... Вот что значит Господь. Ну что, пойдем отсюда? Пойдем. Так, значит так, Господь. Пойдем туда. Нет. Пойдем туда. Вы знаете, вот эта картина, что значит Господь пастырь мой? Знаете, почему у нас постоянные нужды? Да потому что мы ходим не туда, куда Он нас водит. А потому что мы ходим туда, куда мы хотим ходить. Мы идем туда, куда я хочу, и я право сглашаю. Иисус стоять рядом. Он всегда со мной. Мой Бог всегда со мной. Аллилуйя. Вы улавливаете? Сдвиг у нас где-то случился. Не я высвобождаю Господа, а Он меня высвобождает. Пастор, спасибо. Из-за чего у нас нужды? Потому что нужда, пастырь мой. Кто не понял, еще раз. Почему мы постоянно нуждаемся? Нужда, пастырь мой. Вы замечали, что у большинства людей, их пастырь не слово Божье. Нужда. Ты зачем туда пошел? Нужда. Ты зачем это? Нужда. У меня нужда, Давид. У меня нужда. У меня нужда. Многие слушают больше нужду, чем слушают Господа. Они воспринимают нужду больше, чем Господа. У меня же нужда. Доставьте свою нужду в покое. Но нет. Она с каждым годом растет. Как я без нее жить буду? Нужда, пастырь мой, я всегда буду нуждаться. Она вводит меня к проблемам и к трудностям. Она меня отправляет на лысые поля. Она меня скормит врагам моим. Она меня дубиной ударит. И я всегда буду нуждаться. О, Боже. Господь, пастырь мой. Вопрос, как адекватно воспринимать Господа, что Он меня пас? Он меня ведет. Я 25 лет служил. Я снова и снова задаю себе вопрос. Что ты делаешь? Тебя кто ведет? Бизнес-план, идеи, концепции или Господь? Господь, веди меня. Направляй меня. Он меня вводит к водам. А я думаю, мне вот здесь лучше. А Он меня вводит. Он показывает. А мы не хотим видеть. Мы часто с нуждой общаемся. Так, братья, давайте сядем, обсудим, что будем делать с проблемами. Давайте сядем и поговорим с Господом. Что будем делать в общении с Богом. Наши уста заполнены не проблемами, а Богом, жизнью. Что я вижу? Знаете, когда мы говорим о страданиях, к нам приходят, откройте 2 Коринфянам 4 глава, 17 стих, наверное, вот так. 2 Коринфянам 4 глава, 17 стих. Открыли? Начинаем читать. Ибо... Ибо... Жду. А что вы на меня смотрите? 2 Коринфянам 4 глава, 17 стих. Ну что там написано? Какое... Какое... Ибо... Кратковременное, легкое, что? Остановитесь. Какое страдание? Кратковременное и легкое. Остановитесь еще раз. Какое страдание? Как можно назвать страдание? Каким нужно быть юмористом? Вот в этом моменте все должны смеяться. Я слышу, как кратковременное, легкое страдание. Обычно страдание описывают невыносимое, тяжелое, мучительное, вечное. Бесконечное. Апостол Павел записывает такой с юмором. Говорит, ребята, у вас страдание... Да, у нас страдание. Легко. И кратковременно. Быстро и легко. Если приходит страдание, первая установка у христиан. У меня страдание. Легко. И немножко. Я страдаю. Кратковременно, легко. Вы страдаете? Установка. Вы мучаетесь. Установка. Это упражнение нужно запомнить. Я заболел. У меня нет денег. У меня нет работы. Я замуж хочу. Первое выкидываем, остается только легко. Почисти зубы и причащись. Отношения. Он говорит о страданиях. О страданиях. Послушайте о страданиях. Не как о... А что? О-о-о. Ты страд... О-о-о-ой. О-о-ой, брат, о-о-ой. Мне один пришел, говорит, я огрызок. Я говорю, чего? Меня использовали все. Я говорю, в смысле? Он начал мне рассказывать. Знаете, за 10 минут мне рассказывать свою жизнь. Я стоял, у меня все... Я говорю, ты точно огрызок. Я же тебе говорил. Ну, давай, скажи что-нибудь хорошее. Знаете, вот когда человек... Но ты понимаешь, что уже... Ну, там ужас вся история его. Вы все кинули. Я стою, смотрю, что сказать-то ему. Я говорю, ну, точно ты огрызок. Он говорит, да. Даже ты подтверждаешь. И тут откровение пришло. Я говорю, знаешь, ну, если взять огрызок и порыться в нем, можно идти 5-6 штучек чего-то. Достанешь, закопаешь, начнешь поливать. Через 10 лет у тебя будет 5 деревьев, которые будут приносить урожай. Открываешь яблочки, достаешь семечки, еще садишь. Через 10 лет у тебя будет куча деревьев, которые будут приносить яблоки. Сухие ветки будешь продавать. Откроешь под яблоней, небольшой кафе называется под яблоней. Будешь устраивать обслуживание, кормить свежим выжатым яблочным соком. Станешь богатым, купишь себе лес, купишь себе участок, и будет у тебя много машины всего. Он стоит и говорит, в смысле? Я говорю, ты же огрызок. Это хорошее начало. Это хорошее начало. У огрызка есть великое будущее. Кто-нибудь скажите на это аминь. В правильных руках любой огрызок становится великим садом. Любой желудь, он становится не просто какой-то ерундой, он становится великим семенем. Это принцип Царства Божьего. Царство Божье подобно. Когда берут ничтожное, из ничтожного происходит великое. Царство Божье подобно, когда Бог берет ничтожное и делает из него что-то великое и мощное. Царство Божье подобно, когда ты смотришь на что-то несовершенное и говорю, я вижу совершенное. Вспомните, когда возле колодца Иисус стоял, вот эта история классическая. Иисус стоит возле колодца. Мужики пошли куда? Двенадцать апостолов. Куда? Сейчас вот представьте картинку. Двенадцать мужиков в булочную пошли. Я вообще, вот это, когда там написано в Библии, что двенадцать, а все они, они так были обеспокоены едой, чтобы именно то, что надо купили. И вот двенадцать мужиков идут в булочную за едой. Иисус один остался возле колодца, стоит возле колодца. Жара, зной, двенадцать часов дня. Мимо мужиков, двенадцать идет женщина легкого поведения. Первый увидел ее, господи. Второй увидел, ах, какая женщина. Третий посмотрел, и у каждого из нас была какая-то мысль. она подходит к колодцу. Иисус красивый. Вообще, Иисус симпатичный был такой. Он стоит, смотрит на нее. Она стоит. Иисус начинает разговор. Дай мне попить. Она смотрит на нее. А что ты со мной разговариваешь? Вы же евреи с нами не разговариваете. А что ты со мной разговариваешь? Он смотрит на нее. Он говорит, а если бы ты знала, кто с тобой говорит? Ты что, крутой что ли? Ну, он говорит, ну да, типа. Если бы ты знала дар Божий, который с тобой находится рядом. Что, серьезно что ли? Она говорит, ты бы у меня просила воды. А тебе даже потерпнуть нечем. Засмотрит на нее, говорит, если ты будешь пить воду мою. Она говорит, ты что, круче что ли нашего отца Якова? Он говорит, круче. Если будешь пить воду мою, не вожажь здесь опять. Она что, серьезно? Слушай, дай мне вообще запаянилось у нас ходить за этой водой. Ну, знаете, вот реальные ноги, я видел, как некоторые изображают, она не идет блудниться. Аве Мария. Дай мне попить. О, тебе даже и почерпнуть нечем. А ты со мной разговариваешь. Там было совсем по-другому. У нее была другая мысль. Красивый молодой человек. И когда, он говорит, хорошо, я тебе дам. Она говорит, ой, круто. Иисус говорит, Иисус не начал. Значит так, сестра. Начнем с главного. Нет. Знаете что? Иисус говорит, хорошо, позови мужа. А я не замужем. А он говорит, я ей правду сказала. Я всегда правду говорю. У тебя их пятеро было. Такую вещь знает только одна женщина. Сколько их было. И тот, который сейчас у тебя не муж. У нее религиозный припадок. А вот вы в какой церкви? В католической, православной или протестантской? Где молиться надо? Подскажите. Вот мы там молимся, евреи, там молимся. А где надо молиться? Встречали людей, которые, как только узнают, что ты верующий, начинает он сразу же там какого-то там Николая Угодника вспоминать. Или какую-нибудь икону. Я видел икону. Вот у людей, у нее сразу же люди... И знаете, что Иисус не сказал? Ах, ты негодный, от разговора увиливаешь, да? Я же сказал, пять, я прав. Прав, грешница? Ну давай, кайся! Что он... Инкаунтер сейчас, изгоним бесов. Сейчас мы объясним, что ты под проклятием. Неси деньги. Знаете? Знаете, что она... Он... Сейчас слушайте, сейчас слушайте. Он начал ей... Он начал ей семинар о чем? Дальше он что сказал ей? О чем? Ну о чем дальше он говорил? Да как, что значит не грешение? Нет, он ей... О чем? Да вы что? Он начал о поклонении семинар. Ей, не покаявшийся, он стал говорить о поклонении. Бог ищет. И поклонники должны поклоняться... Он ей начал рассказывать то, что мы для избранных, для святых, для... Говорим, Бог ищет поклонений в духе истине. Постойте, а как насчет проблемы с мужиками? Мы что, уже забыли ее в прославление берем? Хотя формальное покаяние будет или нет? Посмотрите, как он смотрит на нее. Иисус на ничтожное, на ничтожную, блудливую женщину смотрит, как на мать Терезу. Он на нее смотрит, ее жизнь меняется, ей даже особо ничего не нужно. Она приняла решение, все, все, я все поняла. Он говорит, вы не знаете, где вы поклоняетесь. Нужно поклоняться Богу в духе истине на любом месте. Она всю деревню принесла, она всех притащила. Пойдемте. Он про меня все рассказал. Что рассказал? Не ваше дело. А что он сказал? Что конкретно? И что с ней сделали? Сколько мужиков за нее молилось? Вы всех бесов изгнали? Иисус только прикоснулся, и уже все освободилось. Как он смотрит на людей? Собралась толпа людей-грешников. Знаете, он смотрит на этих пять тысяч человек. Он смотрит на них, как на святых. Эти кто? Больные, одержимые, фарисеи, саддукии, халявщики, кто пожрать на халяву пришли? Он же все время раздает еду. Толпа пришла. Он смотрит на них. Блаженный, нищий духом. Блаженный, блаженный. А потом говорит, люди. Вы свет миру. Господи, кто? Они даже в нашу церковь не ходят. К вашу. Они вообще неверующие. Он смотрит на них. Сейчас смотрите. И видит то, чего нет. Вы свет миру. Бог на несуществующие говорит. Он говорит, вы. Он смотрит, говорит, вы соль земли. Какая ты соль? Какая ты соль? Какая ты соль? Какая ты соль? Он смотрит, ты соль земли. Мне хочется, даже если я не соль, я хочу стать этой солью. Я хочу измениться. Он мне говорит о поклонении, когда я ничтожество. Он смотрит на меня и говорит, что у меня все получится. И говорит, что я свеча, которую нужно ставить на возвышенности. Да меня спрятать надо. Когда он этого коротышку Закхея, которого все ненавидели, который угнетал израильский народ, сидел как ворона там на этом кусте. Сидит там на ветке. Иисус проходит мимо, помазанный, останавливается под веткой. Закхея сидит на ветке. Я сейчас вот на вашу ветку залезу. Можно? Он сидит на этой ветке. Иисус говорит, все люди, yes, давай, Господи, сожги его. И просто как воробей, как гриль. Сожги его, Господи. Иисус говорит, пойдем поговорим. Приходит коротышка, знает, что он ничтожествовал. Встал посреди все. Ну, кревают, все, кого он обдирал, все стоят в кругу. Иисус стоит. Давай, Иисус. Начинай, обличи его. Слушай, ты не знаешь, здесь можно покушать? Закхея говорит, в этой дыре только одно нормальное место у меня дома. Мне все должны, вот этот мне сейчас еду принесет, Господи, сейчас быстро сорганизуем. Пару часов, и Иисус у людей говорит, не ходи туда, он же грешник. Иисус говорит, договорились. Представьте картину, Иисус заходит в дом Закхея, там дома все приготовлено. Представляете, как Закхей забежал домой, как в советском фильме, забегает тут девка и орет, Еду! Какой фильм это был, помнишь? Какой-то, какой-то советский фильм, вот она закричала, едут, и там все так начали бегать. Я сейчас представляю, как там все стали бегать, накрывать на стол. И вот уже все, Иисус заходит, и он закрыт, да, проходите. Вы знаете, Иисус садится рядом с Иисусом, такая база и традиция. Он садится рядом с Иисусом, все накрывает, и Иисус подает Иисусу в рот, кушай, кушай, кушай. Так, вот если вы, если в Азии, вот я когда в Казахстане, если меня казахи приглашают, это все. Я сажусь вот здесь, рядом садится хозяин дома, и он работает, вот чтобы у меня тарелки и в рот мне всегда. Откуда? И знаете, он кормит Иисуса, и вот Иисус разговаривает, какие-то вещи, и Иисус относится к нему, как к апостолу. Не так, что, знаешь, я был в одной пищеварительной церкви, 20 бабушек, и пастор в конце, и там один неверующий парень пришел, смотрел, и в конце собрания, он говорит, возможно здесь, и так уткнулся взглядом в этого парня, неверующего, есть какой-нибудь грешник. Уйдешь ли ты домой, не приняв Христа? И все вот так в этот момент поворачивались, бабушки без зубы, вы когда-нибудь видели, и парень готов провалиться, и он говорит, давайте споем песню, уйдешь ли ты, не приняв Христа? И все поют ему песню, уйдешь ли ты, отсюда не приняв Христа? Иисус не стал говорить, возможно, здесь есть коротышка, грешник, имя его на букву Z, он не стал так делать, послушайте, он не стал так делать, все, что сделал Иисус, он относился к нему, как апостолу, рассказывал какие-то вещи, за какие чувствовал себя, он знал, кто он, но Иисус на него смотрел, как на апостола, он смотрел другими глазами, он смотрел на него с восторгом, с восхищением, с ожиданием, с радостью, с предвкушением, в конце Закия даже не покаялся, я сказал, ребята, вся моя жизнь изменилась, вся моя судьба, все, все у меня изменилось, я другой человек, я другой навсегда, я верю, что, когда мы научимся смотреть глазами Христа, и начнем видеть в людях, то, что видит Иисус, нам даже не нужно будет говорить, может быть, ты покаешься, они будут бежать за тобой и говорить, я хочу покаяться, я хочу помолиться, я хочу принять Иисуса Христа, я хочу, я хочу быть со Христом, евангелизация без слов, а, кстати, мы остановились на месте Писания, 2 Коревина, 4 глава, 17 стих, ибо кратковременное, что там, какое, запомнили два слова, какое страдание у нас, на всю жизнь запомним, кратковременное, легкое, я страдаю кратковременно, наше, дальше там много слов, я в двух слова скажу, оно переходит в славу Божью, трансформируется, изменяется в славу Божью, когда наше страдание переходит в славу Божью, следующий стих, когда мы смотрим не на то, что мы видим, а на то, что мы не видим, ибо видимое, а невидимое, когда мы смотрим, вы посмотрите на меня, скажете, что может быть в твоей жизни, я хочу сказать, если так физически смотреть, вы ничего не видите, но я вижу, что я могу, я вижу, что у меня получится, когда меня спрашивают, как это случилось, я увидел себя другим человеком, я расскажу эту историю, я нигде еще не рассказывал, ну, не рассказывал, в десяти церквях, до ваших рассказывал, не больше, по-моему, в Риге нигде не рассказывал, как на самом деле, у меня открылся телеканал, даже ты не знаешь, Тимофей, ты у меня работал, ты знаешь, про нигерийскую мафию, нет, про мою, лет двадцать назад, ко мне приходит впервые в жизни, сейчас они почти каждую неделю ко мне приходят, первое письмо счастья, сейчас я их валом, каждому из вас, приходят такие письма, бабушка там какая-то умерла, оставила наследство, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и вам причитается один миллион, два миллиона, пять миллионов, мне впервые, я только на компьютере научился работать, только интернет-страничку сделали, приходит письмо на английском языке, на английском языке, много лет назад, это был какой-то девяносто, какой-то восьмой, или какой-то вот, даже нет, шестой, наверное, девяносто шестой год, приходит письмо, уважаемый пастор Максим Максимов, бабушка в Японии, вам сейчас уже смешно, моя мама, я приемный ребенок, она верующая христианка, она очень богатая, она умерла, и ставила свои драгоценности, для того, чтобы распределили пасторам в Азии, мы посмотрели на все мусульманские страны, мы увидели 10 разных пасторов, и вы один из десятерых пасторов, через компанию в Лондоне, вам причитается 16,5 миллионов долларов, я это в тайне держал много лет, я пришел к моему американскому другу, я говорю, читаю, он говорит, слушай, выглядит нормально, звоним в Лондон, на отличном английском языке, да, пожалуйста, это так и есть, вам причитается наследство, все, что нужно сделать, оформить документы, и все, пожалуйста, это для служения, передается, вы будете как распорядитель, и Максим, все, он мне снимает руку, уже выглядит серьезно, как серьезно, на полном серьезе, знаете, я начал, Боже мой, я сначала поверить не мог, потом мы снова звонили, документы, туда-сюда, какие-то переговоры начались, мое доверенное лицо начало работать, я стал распределять, так, миллион сюда, я сказал так, в Армению другу, туда отправлю миллиончик, туда, короче, я распределил все миллионы, и у меня еще 8,5 миллионов осталось, реально, я и так молюсь, и так молюсь, но лишние 8,5 миллионов, знаете, я начал молиться, я начал молиться, я представляю, как на небе ржали, идите, смотри, сейчас этот снова молится о 8 миллионах, сейчас поржем пойдем, смотри, как он серьезно, я на полном серьезе молился, я молился о Божьей мудрости, водительстве, как мне правильно распределить, я уже знал, что я миллионер, сейчас где-то там 8 миллионов сейчас, я молюсь, когда ко мне кто-то заходил, пастор, тут на 3 доллара нужно решить проблему, он говорит, не отвлекайте по мелочам, я тут о миллионных вопросах, так сказать, решаю, вы идите отсюда, решите сами, вы знаете, что это мне помогло, я вдруг перестал, вот знаете, что случилось, я перестал думать о мелочах, и стал думать только о больших вещах, реально, я, вы знаете, я вдруг себя увидел, вот я увидел, что у меня, вот в запасе где-то 8 миллионов лежит, я теперь не знаю, что с ними делать, мои друзья потом мне говорят, вдруг, они никто не знали много лет, я потом только открыл, спустя много лет, они говорят, знаешь, вдруг в какой-то момент у тебя рожа, говорит, изменилась, из вот такого, подайте Христа ради, аллилуйя, я пастыренок из Казахстана, дайте аллилуйя, мы верим, аллилуйя, у нас дырки в штанах, дырки остались, но рожа изменилась, даже, я даже стал замечать, что захожу с друзьями в магазин, и продавцы подходят ко мне, говорят, что вы хотите, я говорю, что меня спрашивают, их спросите, а она говорит, ну вы же здесь самые серьезные, я когда стал обзванивать по всему миру, что я хочу, знаете, я молился, я вот, знаете, вот куда деть 8 миллионов, я когда молился, ко мне пришла мысль, телевидение, нет христианского телевидения на русском языке, у меня уже все, на миллион здания есть, это есть, это есть, это есть, это все есть, телевидения нет, многие смеются, дуранули Максимова, что-то изменилось, я вдруг увидел невидимое, Бог использовал этих нигерийских аферистов, это я не получил, вы не думайте, что я, по роже видно, что получил, да, вы до сих пор думаете, что я получил, да, Бог использовал этих, этих, два года они нам мозги компостировали, и когда мы уже Скоттланд-Ярд подключили, потому что мы им не давали, они еще там просили, и тогда они вдруг исчезли, мы поняли, что это уже, но два года тебя молился, приходил к Богу, и когда они там, смотри, опять там о 7 миллионах молятся, а давай покажем ему что-нибудь, и от телевидения, я сказал, Господь, нет проблем, я зашел в интернет, телевидение для дураков, как открыть телеканал, для чайников, нет, я стал рыть информацию, я однозначно знал, что я должен открыть телевидение, деньги есть, сейчас они вот-вот придут, сейчас, как это делать вообще, кто знает там, как там пиццу купить, какой телефон, как телеканал заказать, я увидел себя, я был обманут, ты скажешь обманут, нет, я обманут, я увидел себя, что я могу, я искренне в это поверил, я утвердился, и пришло, кратковременные, легкие страдания наши, переходят в славу Божию, тогда, когда мы смотрим не на то, что видим, а на то, что не видим, ибо видимое временно, а невидимое вечно, я увидел, как Бог смотрит, и вы знаете, я сказал, я открою телеканал, я стал звонить в спутниковые компании, вы знаете, а когда ты звонишь, мы открыли телестудию, у меня, это просто был жак, я помню, на стадионах выступали, там все, и помню, когда пришел в кабельную сеть, и он увидел, о, я тебя знаю, я говорю, откуда, он говорит, ты же на стадионе гипнотизер, я говорю, в смысле, он говорит, аллилуйя, я говорю, это собрание исцеления, он говорит, да ну, вы же гипнотизер, вам же все деньги дают, я говорю, я не гипнотизер, он говорит, ладно, что надо, я говорю, телеканал. Он говорит, плати деньги. Я говорю, нет, какие деньги? Он говорит, я же по роже вижу, деньги есть. Я говорю, нет денег. Знаете, я, там вообще чудо было. Он говорит, а зачем ты тогда пришел ко мне? Я говорю, Библия, говорит, даром берите. Он говорит, ты в смысле, я даром тебе телеканал? Я говорю, ну? Он разошелся, говорит, иди отсюда. Зачем я тебе давать буду? Я, я говорю, как? Он говорит, все, короче, иди собирай деньги, придешь, откроем телеканал. Кабельной сети в Алма-Ате. Я говорю, теперь я вспомнил. Он говорит, что? Я буду проповедовать, чтобы никто не смотрел телевизор. И он представил, как целый стадион людей с ножницами ищут кабель. Пастор сказал, не смотреть телевизор. Он говорит, что ты делаешь с моим бизнесом? Я говорю, а что нам смотреть? А для него все наши прихожане, это же клиенты. Он говорит, а ты будешь проповедовать, что подключаюсь к моей кабельной сети? Я говорю, каждое воскресенье. Он говорит, все, подключаем телевидение. Я получил с уверенной рожей бесплатно телеканал. Реально. я когда получил телеканал, я принес ему кассет, он говорит, ты зачем кассеты принес? Я говорю, ну как, вставляйте. Он говорит, я еще что, играть за вас должен? Я говорю, ну да. Он говорит, дядя Вася позвал, вставляй к кассету. Дядя Вася говорит, с ума сойти, делайте трехчасовые, вы делаете трехчасовые кассеты. Знаете, дядя Вася вставлял, три часа проходила, А дядя Вася всегда куда-нибудь уходил. А дядя Вася, ну знаешь, и когда заканчивалась кассета, там перемотка назад была. Я смотрю телевизор кабельной сети, а у меня вот так запропает, зад наперед идет. И мы нашу телестудию, телеканал кабельной сети, дядя Вася, назвали СНЛ. Почему СНЛ, многие спрашивают. По-английски церковь, новая жизнь, church, new life, первые буквы СНЛ. Но мы назвали ЧАНЛ, канал новой жизни, ЧАНЛ, new life, СНЛ. Ему назвали СНЛ, а это очень созвучно с американским каналом СНН. СНН. У меня столько раз это прокатывало. Я помню, решил на спутник выйти, звоню в космическую связь России. Главный отправитель спутников, ну как бы, я звоню туда, нашел телефон в интернете. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Она говорит, представьте, говорю, Максим Альф, Максим, она говорит, хорошо. Кого представляете? Я говорю, СНЛ, а ей показалось СНН. Кем работаете? Ну, я говорю, президент. Она говорит, вы? Я говорю, а что? И знаете, ее вопрос, а вы, говорит, хорошо, по-русски говорите. Я говорю, в школе учил. Она не поняла, что за... Он говорит, в смысле в школе? Она говорит, что надо? Я говорю, ну, хотим вещаться. Она говорит, хорошо, соединяйтесь с генеральным. Я ей говорю, мадемуазель, с дворником соедините. И тут гудки хотел бросить, сразу же страх такой. Я же не знаю, что говорить генеральному. У меня же дядя Вася кассету забыл вытащить. У меня канал липовый. Кассеты ношу у дяди Вася. А потом, знаете, что мы в нашем... Я арендовал квартиру напротив кабельной сети, и за к нам провод протянули. И чтобы дядя Вася не втыкал, мы просто провод выткнули. И я сидел в квартире, знаешь, ногой педаль нажимал вот так. Мы из швейной машинки сделали педаль с лампочкой. Я расскажу, это просто прикол. И у меня сидел оператор с одной такой камерой. И когда я был готов, я нажимал на педаль, лампочка загоралась, он знал, что меня выводить в эфир. Он вывозил меня в эфир. И я говорю, здравствуйте, дорогие друзья. Что-нибудь говорю? Говорю, когда мне кончались слова, я уже не знал, что говорить. Я нажимал на лампочку, тык-тык-тык, моргаю. А когда уже она не выключается, значит, я уже не знаю вообще, что говорить. И включалась заставка. Знаете, это просто со швейной машинки, это просто был смех телевидения. Однажды бабка зашла во время прямого эфира, хозяйка квартиры, мы у нее арендовали. Она думала, что мы что-то сделаем, посылаем в космос какие-то сигналы. Она увидела провод наружу. Я сижу напротив тряпки. Это был тихий ужас. И во время прямого эфира она начала говорить, что вы тут делаете? Я говорю, у нас лампочка горит, мы уходим на заставку. Я звоню в космическую связь. И вот такой, алло. Я говорю, алло, здравствуйте. Что хотели? Емкость? А у меня как раз солярочная емкость у дома проблема была. Какая емкость, развод. Я говорю, мне... Потом думал, может быть какая-то конденсаторная емкость, еще что-нибудь. Думаю, наверное, емкость это вот что-то... Я говорю, да, вот мы вещаться хотим. Он говорит, какой борт интересует? Я вообще не знаю, что борт. Я знаю, левый борт, правый борт. Человек за бортом. Не бортуйтесь. В детстве мы бортовались. Двубортный пиржак. Я не знаю, что за борт. Я говорю, вы знаете, меня спутник интересует. Я вот таким голосом, луна тоже спутник. Мы называем это борт, космический аппарат. КА. А, да, борт, за бортом самолета, понял. Меня борт экспресса такой интересует. Есть такой. Он мне говорит, в каком диапазоне? Я говорю, в дешевом. Он говорит, диапазон Си. Я говорю, Си, Си, Си. Сам записываю, дешевый диапазон Си. Понятия не имею, что это такое. Вообще не знаю, стыд, срам. Президент международной телесети. А я говорю, а как второй? Он говорит, Каю. Я так писал, Си Каю. Это именно то, что я чувствовал. Си и Каю. Два диапазона вместе. Он мне говорит, какой транспондер хотите? Я говорю, какие остались? Он говорит, 27-й, 18-й, 16-й. Я говорю, знаете, 27-й нас интересует. Он говорит, хороший транспондер. Я говорю, мы тоже так думаем. Транспондер хороший. Следующий вопрос меня вырубил. Он говорит, какая вам нужна ширина ствола? Я знаю, одна стволка, двустволка. Царь-пушка там тоже. Какой ствол? Откуда там стволы? Я говорю, стандартная. Он говорит, три с половиной. Я говорю, два. Понятия не знаю, что это. Я говорю, два. Он говорит, мало. Я говорю, почему? Он говорит, рассыпется. Я не знаю, что рассыпется, пишу, рассыпется. Потом я понял, что это два мегабита. Я не знал, что это. Мы стали торговаться, на трех мегабитах сошлись. Последний вопрос. Он говорит, мультиплексовать будете? Я говорю, что-что? Он говорит, мультиплексовать будете? Я говорю, кто сейчас не мультиплексует? понятия не имею что это он мне цену на зал мне так стыдно было что ничего не соображал потом думаю если он меня встретит и скажу это не я вот так вот знаете 8 миллионов и транспондер я позвонил французом они узнали что я хочу вещаться из франции приезжает человек когда он пришел разговаривать он понял что у нас денег нет я с франции прилетел я вдруг бесплатно дадите он долго жалко с франции прилетел с израиля еще одни прилетели где продавать знаете это было нечто телеканал вроде был но его как бы не было вот вот что делать вот вот все нормально только денег нет 8 миллионов есть в пути где-то в нигерии и все говорят пороже видно что деньги есть но давать почему-то не хочет вот знаете я вижу потом я понял что этого ничего нет но процесс уже был запущен я приехал в америку напечатал гигантскую карту на выставке христианских вещателей спутник hotbird карты зоны вещания отдел казахский чопан ко мне как пирату все отходили вау сфотографировались со мной и никто не хотел помогать я думаю американцы сейчас мне денег на дадут а все хотели с меня что-нибудь взять молиться пошли сколько с меня взять я думал что я пришел чтобы продать что-то они они хотели чтобы я все у них купил его знаете посреди этой выставки с ты думаю боже мой вот я все это затеял что дальше подходит женщина и говорит здравствуйте здравствуйте я из дойчи дойчи телеком даст из фантастика я я и мы стали с ней разговаривать и впервые она пришла к нам телепорт говорит с нами вы знаете в этот момент внутри чувство вот так конечно снаружи вот так делал да да мы уже приняли решение что мы обещаемся он говорит как вы я группу в процессе подписания контракта скоро наверно возможно и потом мы с ней селинка давайте обсудим я в любой момент сам думаю 5 утра согласен давайте в час игру давайте в час мы сели с ней в час помню все или стейк посреди этого стейка мы разговариваем поняла что у нас денег нет я стала и говорит продание три часа из 24 наград это смысле ты хочешь сесть на самолет от нью-йорка до москвы долететь где-нибудь до исландии нужно чтобы весь канал взял игру мнение нет правда три часа но мы не продаем три часа мы продаем каналами я говорю ты продай мне три часа интернет а не продают телеканал игра ты попробуй все равно по самолету знаете вдруг посреди этого я сказал такие игры дженнифер я знаю что ты не знаешь чем свою емкость заполнить ты готова продать транспондеры кому угодно и ты каждый день молишь чтобы хоть кто-нибудь взял какой-нибудь ствол я возьму у тебя она сидит но так не продают но ты мне нравишься я тебе помогу и она мне продала телеканал а я вещался вот только вот такой кусок вопрос что ты видишь я увидел что это возможно я получил что ты видишь что ты вещь когда ты смотришь на своих детей что ты видишь смотри когда смотришь на себя что ты видишь когда смотришь на свое будущее что ты видишь когда ко мне кто-то приходит пастор я умираю я говорю что тебе что не говорили в детстве тебе уже 90 лет ты умрешь я говорю не напрягайся расслабься улыбайся иисус встречает тебя что ты видишь где ты смотри за смерть там ты видишь небеса небеса манят и ждут меня какая песня хорошая наверное не там спел да что ты видишь что ты видишь я помню я помню когда стоял и я говорю господи ну как же это получится и когда мы начали вещание вы знаете в этот день я помню собрались все толпа людей все стояли кричали как будто гагарина запустили ровно в 9 часов 15 июля 2002 года на экране появились эти цифры 10 98 приветствуйте первую историю человечества христианский канал на русском языке cnl я стоял думал боже мой кто за это будет платить кто за это будет платить и одна бабушка не из японии не поверишь нет из тайваня сказал максим я заплачу за три месяца я подумал ну все за три месяца мы раскрутимся и деньги рекой польются не тут то было знаете когда я стоял возле экрана и весь нервничал вдруг одна казахская бабушка у меня с бабушками все время везет мне а пашка вот такая казахская все орут что cnl запустили подходит к экрану и достают деньги все кричат ура и она запускает в экраны кричит каранты дачку кукурумдык что делать русские когда медаль получают медаль получил что нужно сделать обмыть у нас казахов так не делается у нас есть курумдык деньги на обнову например пастор купил машину все должны прийти он же там экономил жену недокармливал детей недокармливал на бензин на колеса на зимнюю резину нужно и все кидают деньги открывает багажник и все мимо проходят и кидать деньги багажник сын родился приходишь и показываешь сына и все ты должны те деньги кидать курумдык дом построил когда это рассказал в украине они сказали мы хотим казахстан у нас гордится горит купил машину спрячь ее на месяц чтобы никто не видел а в казахстане по-другому ты купил и ты показываешь все дают курумдык ну как бы на обновку ну в россии там этот у нас деньги деньгами вот вы знаете она когда крикнул у меня пол церкви казахи же и все к сцене рванули с криком курумдык стали запускать деньги в экран немного знаки дали 200 долларов как раз хватит на на то что это время на эфир идет на пару часов и когда все кидали деньги я стоял думал боже что происходит и дух святой сказал теперь увидеть вот так я буду заботиться забудь про 8 миллионов увидеть как я помогу тебе вы знаете что случилось следующие три года никакого курумдыка один кирдык кто не знает казахский язык кирдык это противобожность курумдыка по-вашему это хана полный кирдык я думал что сейчас пасторы скажут драгоценный ты брат наш верующие из риги станут как а благодельно суты батюшкам у нас казахстана да благословен ты у господа я думал что сейчас верующий с украины все скажут ой слава господу телевидение мне знаешь что вместо того что будь благословен ха а вы откуда бабло гребете мы не гребем мы курумдык ждем ну-ну по вашей роже сразу видно и вместо того чтобы поддержать не стали критиковать все знаете первые три года никакой поддержки одна критика от начала до конца вот это не то песените это не то убери этого поставь этого убери того поставь этого убери это сделай то почему ты повторяешь программу мне пока мне через три месяца пришла девочка показывать нечего в смысле все кончилось я по второму кругу она уже три раза показала показывай снова и молись чтобы никто не заметил а я хочу мы все время одно и то же показываете давайте фельма это были самые годы в моей жизни мне многие как бог благословил тебя каналом а мне каждый день давление на бошку такое здесь немцы значит немцы же там все четыре слова я на иншнелли капут они же не понимаешь на случай дорогой там заплачу через полгода подожди капут вырубим тебя верующий убери это поставь того давай баптистов давай харизма даешь новая старое поколение все давай уберите реку давай все орут на меня ты не то показывайшка зачем то показываешь мне это еще показывать под меня нет ничего не соображает компьютер сожгли сервис сожгли аааааа а мне еще каждый воскресенье проповедую помазано всю неделю сходишь с ума спрашиваешь на На счету денег нет, он говорит, ничего нет. Посещая все конференции, выглядя презентабельно, респектабельно, немцы говорят, шнеля, шнеля, шнеля. Тут епиской подшнулись. Ты осознаешь свою духовную ответственность? Все на тебе едут. Вот это ужас тихий. И кто-то говорит, как тебе повезло, что тебе Бог дал телеканал. У меня в 32 года давление 160 ставило, подскакивая, до 160. У меня нервный срыв к концу каждого месяца, у меня просто полностью, я не знаю, как дальше жить. Реально. Это были самые страшные годы. Все деньги мы все отправляли туда, в Германию. Зарплату по несколько месяцев не платил. Все. И всем кажется, что ты классно. А дошло до того, что уже показывать нечего, я говорю, будем реалити делать. Они говорят, что? Я говорю, я куда-нибудь езжу, ты снимай меня, как я вот так езжу, хожу там. Здравствуйте, люди. И со мной пират выходил, снимал, показывать-то нечего. Так вот часы заполнять, знаешь. Говорят, зачем ты все это показываешь? А бабушкам так нравится. Ой, говорит, мы сидели с тобой, кушали вчера. Прошло три года. Курундык вообще нету. Кирдык. Полный и окончательный. Я подъезжаю к церкви, а у нас там кампус, несколько зданий, и вдруг вижу одно здание полностью огнем объятое. Мы даже дверь открыть замок не успели. Вот так и остался замок на двери. Все, упал, а дверь стоит. Пожарники подъехали. Серик, Ерик. Я говорю, быстро туши. Он говорит, пусть прогорит. Я говорю, в смысле прогорит? Это, говорит, четвертая категория. Нужно контролировать, чтобы не распространился, а потом будем уже... И они не это поливали, а вокруг все поливаю. Я говорю, ты куда льешь? Вон огонь! Сейчас возьмем под контроль, не волнуйся. К моменту, когда они начали брать контроль, полностью все сгорело. Я стоял, и вот отчетливо слышал, как шайтан, ой, сатана сказал, вот теперь, Кирдык, харизмат. Допрыгался. Вот знаете, вот в этот момент отчаяния, все мои 8 миллионов. Я показал это по СНЛу, пожар наш. Поверите, нет. Вот знаешь, вот американцы, если они видят хороший проект, они хотят вложиться. Славяне, если видят хороший проект, они хотят запустить туда камень. Ну или насарапать, или что-нибудь испортить, нагадить. Но если славяне видят птичку, жалко. И когда меня увидели, как я хожу по этому сгоревшему зданию, вот здесь у нас Библии были, вот здесь у нас стулья, колонки сгорели. Вы знаете, славяне, они сострадательные. Ну не славяне, давайте так, бывшие советско-союзные люди, вот наши. Им жалко. И Бог знал, что вот мы такие жалостливые. И сам Господь устроил этот очаг возгорания. Я когда спрашиваю, кто сделал возжигание, я говорю, Господь сделал огонь небесный, сошел на землю. И вы знаете, на том месте стоит шикарное здание, там страшный ангар был, а теперь шикарное здание, мы за два месяца брали 250 тысяч долларов. За два месяца 250 тысяч долларов. Правда мы вложили в это здание 700 тысяч уже. Но все равно люди стали посылать, и вот в этот момент что-то случилось. Со всего мира люди сказали, будем тебя поддерживать по чуть-чуть. И стали этот курундык отправлять. Что ты видишь, когда ты смотришь на блудницу? Ты видишь поклонницу? Который поклоняется в духе истины? Что ты видишь, когда ты смотришь на коротышку, безнадегу бандита? Ты видишь жертвенного, щедрого человека? Что ты видишь, когда ты смотришь на пастора, который думает, что он богатый? Что он сможет стать евангелистом телевизионным? Что ты видишь? Когда мне было 15 лет, я встретил первого иностранца. Вы знаете, у каждого человека в жизни есть вот этот момент встречи первого иностранца. Вот у каждого человека, вот есть, когда ты встречаешься с первым своими, вы помните его первого иностранца? Это как первая любовь. Ты совок такой, черно-белый. И вот они из Финляндии приехали. Такие, такие высокие, такие все. Мы такие, рожи квадратные, зеленые, а у них такие все сочные и радостные. Одежда яркая. Они такие хохочут. Ахахаха! Вот так. А ты... 80 какой-то год там, шестой, по-моему. И ты такой неполноценный. И вот помню, как мне один иностранец подошел и ручку вот такую подарил. И там красная ручка, на кнопочку нажимаешь, и там внутри текст библейский меняется. И мне ручку подарили. Вы знаете, я в тот момент был такой счастливый человек, будто бы я получил весь мир. Я целый час лежал в постели вечером и нажимал. Я смотрел на эту ручку. Знаете, вот этот, у каждого человека есть вот этот первый момент, вот твоя первая ручка. Ты бедный, как крыса. Но у тебя есть ручка. Я кликал, я думал, какой я благословенный. Бог меня любит. Знаете, вот я через эту ручку ощутил любовь Божью. Я пережил, что Бог меня любит, что у меня все в жизни будет классно. Что у меня все получится. Любая трудность. Я помню, что у меня была ручка. Я ее так часто тыкал, даже ничего я не писал, я ее сломал, потому что тыкал часто. Но она была такая классная ручка. До сих пор играю. Что ты видишь? Ты пробовал, ты пытался, ты упал, не получилось. Я упал. Ну что, вставай. Я обанкротился. Как давно? Три месяца назад. И что делаешь? Плачу. Зачем? Я же обанкротился. Я говорю, не жаль ты думаешь, что тебе придет сейчас правительство и скажет, вы плакали слишком долго, мы решили компенсировать все. и вам выдать, так сказать, вот всю сумму и плюс еще проценты по этой сумме. Ой, спасибо. Все люди, которые меня пытались остановить перед моим главным сражением. Помните Елиава в начале проповеди, я заканчиваю. Пытались остановить, сказать, да кто ты такой, кто ты такой? Знаете, что, когда вечером все кричали, Давид победил, 10 тысяч, брат Давида, Елиав стоял с друзьями. Я говорю, вы видели сегодня пацана? Какого? А это, который Елиав убил? Ну, братишка мой. Я помню, помню, он подошел ко мне, говорит, научи меня камешки кидать. Видели сегодня, как он четко? Моя школа. Ты бы поставил того человека, который издевался над тобой все детство твое, начальником. Знаете, что сделал Давид с ним? Сделал его, надейте это в Библии, начальником колена Иудина, губернатором, когда стал царем. Те люди, которые смеялись надо мной. Знаете, они потом мне говорят, вот я Максиму вначале давал важные советы. Кто? Мне иногда было, я однажды одну сказал, говорю, знаешь, я себя твои советы послушал, я бы до сих пор бы там где-то с баранами сидел. Но спасибо за совет, я понял, что мне только на Господу уповать. Что ты видишь? Я смотрю на вас, я вижу великие возможности, я вижу, как Бог действует. Можно музыканта попросить вашего? Спасибо. Я хотел бы помолиться за вас, помолиться вместе с вами. Что вы видите? Это моя любимая проповедь, это тема моей жизни. Что ты видишь? Я ее везде и всегда проповедую, это моя вся Библия, наполненная историями людей, которые увидели. Я вижу небеса. я вижу Господа, я вижу Божию силу. Вспомните мальчика, который с ручкой лежал на постели и вот так нажимал. Мне однажды так стало обидно. Приехал известный служитель, человек Божий из Риги в Алмату и с моей мамой общался всю ночь. я сидел рядом пацан. И он, мы сидим, мам, он с мамой общался, я сижу, все слушаю, мне так нравится, как они про Бога говорят, про веру, про жизнь, про то. Я думал, он меня знает. вот молодой, как тебя зовут? Я говорю, меня зовут Максим. Я думал, что он, ну как меня, но ощущение такое было. И где-то мне так горько стало внутри. Но потом я понял, Господь меня знает. все меня могут забыть, а Господь не забудет. И вы еще узнаете про это имя. Господь тебя не забудет. Те 50 долларов, 50 евро смятые, у них есть надежда и будущность, твоя ценность не упала. Вам пришло письмо, теперь вы богатые и счастливые. Я вам на почту отправлю. Позвоните, пожалуйста, в Лондон, в специальную юридическую контору. Они хотят узнать адрес, куда отправить деньги. Теперь начинайте видеть себя по-другому. Ходите по-другому. Вам выдали справку, что вы здоровы, счастливы и благословенны. Эта справка записана вот здесь, на одной из страниц. Я сейчас скажу, какая страница. Я вижу, Божью руку над Тобою. Ну и надо мной, в первую очередь. Я вижу Божьи действия. Я вижу Божьи прикосновения. Я вижу Божьи отпечаток на Твоем лице. Ты делал глупости, я делал кучу глупостей. Я каюсь все время. Меня один журналист спросил, какая Ваша главная молитва? Я говорю, покаяние. Он говорит, в смысле? Я говорю, я за все каюсь. Сегодня после проповеди пойду покаюсь. Может, что я не рассказал. Я люблю покаяние. Когда мы читаем молитву покаяния, я всегда так стараюсь, так молюсь. Господи, прости людей. Веду в молитве покаяния. И кто подошел, говорит, сегодня так вдохновенно молился. Я говорю, ну если бы ты знал, что я сам каялся. В этот момент со всеми. Почему пастор хочет вести молитву покаяния? Ему больше всех нужно покаяться. Я вижу, что у Вас есть будущее. Я вижу, что в моей жизни есть будущее. Встаньте, пожалуйста, на одну минуту. Я благословляю Вас именем Иисуса Христа. Господь, я прошу Твоего прикосновения. Я прошу Тебя, Боже, благослови. Благослови, Господь, каждое сердце, каждого человека. Благослови, коснись Духом Святым. Я прошу, Господь, запечатли этот момент в сердцах людей. Как смотришь Ты на каждого из нас. Благослови, Господь, тех, которые здесь в зале, тех, которые на сцене. Благослови, Господь, Духом Твоим Святым. Запечатли, Господь, этот момент. Ты видишь другими глазами. И мы видим себя по-другому. Наши кратковременные легкие страдания переходят в славу Божию. Тогда, когда мы смотрим не на факты, не на земные факты, не на то, что видимо, но смотрим на невидимо. Невидимое вечно, а земное, видимое временно. Я вижу, Господь, Твою руку действующую. Я благословляю во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит, Господь, лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. И все скажем Аминь. Чуть-чуть тише. То же самое, только вот так. Посмотрите на меня. Я говорю благословение в вашу жизнь. Пускай у нас будет контакт глазами. Благословение. Пусть Бог благословит вас. Не отчаивайтесь. Ты много раз пытался, но ты преодолеешь. Ты победишь. Ты пройдешь. Ты поднимешься. Проходя долину плача, Проходя долину плача, ты пройдешь ее. Ты переберешься на ту сторону. Ты поднимешься на вершины славы. Ты увидишь руку Божию благословляющую. Ты увидишь силу на Тебе. Ты увидишь действие Божие. Ты увидишь будущность. Когда ты увидишь то, что Господь говорит о тебе. Скажи, я вижу, я вижу, я вижу. Я вижу картину, которую Господь показывает мне. Я вижу небеса. Аминь, драгоценные. Субтитры создавал DimaTorzok